Всем привет! Сегодня мы расскажем вам про брейсы для мотокросса и эндуро. Мы собрали для вас 8 самых популярных топовых моделей. И самое главное, что они очень похожи. И самое важное, это то, насколько хорошо они сядут на вашу ногу. То есть их обязательно надо мерить, потому что кому-то подходит одна модель, кому-то подходит другая модель. Но мы приближимся по их особенностям, плюсам и минусам. Ну и, соответственно, вам будет проще сделать свой выбор. Начнем мы с наколенников LEED. Называются они LEED X-Frame. У них есть также еще чуть круче модель, но она идет с шарниром только с одной стороны. Ее достаточно часто покупают снегоходчики. И мотоциклисты иногда ее берут, потому что говорят, что лучше держать ногами мотоцикл, потому что с внутренней стороны колена у вас здесь нет шарнира. Он идет только с наружной части. Но, как по мне, то все-таки лучше иметь здесь также защиту, потому что если прийти сюда мотоцикл, он будет очень неприятно. Итак, если говорить о плюсах, что мне понравилось? Ну, прежде всего, цена. Они стоят в районе 36-37 тысяч рублей. Также у этих наколенников достаточно легко докупать запчасти, а именно застежки, ну и какие-то другие комплектующие, которые могут ломаться. Крепятся они ноге при помощи четырех ремешков. Также плюсом является большой обхват ноги. В верхней и нижней части крепление, обхватывающая ногу, широкое, что позволит наколеннику лучше держаться на вашей ноге, ну и, соответственно, обеспечивать вас в большей безопасности. Но среди минусов многие жалуются на то, что на них очень легко отламываются вот эти вот чашечки, ну и, соответственно, вам приходится сразу докупать. И в то же время мне не понравилось, что, как мне показалось, они все-таки слишком мягкие. То есть они очень легко сгибаются, и даже на скручивание, ну, достаточно сильно гуляют. Но в то же время за такую цену, мне кажется, очень неплохая защита колена. Следующий бренд наколенник, который мы рассмотрим, это Mobius, модель X8. Здесь мы видим интересное решение по поводу чашечки, защищающей ваше колено. Она как бы внутри самого наколенника, и поэтому ваше колено полностью защищено. Вероятность того, что вы получите какой-то ущерб, скажем так, ниже или выше, здесь гораздо ниже, чем на других моделях. Также среди плюсов этих наколенников, это фиксация за счет вот этих тросиков. Она позволяет максимально комфортно и плотно расположить шарнир наколенник на вашей ноге. И также райдеры, которые в них ездили, не раз говорили, что они вообще почти не ощущаются на ноге. Что касается минусов, можно сказать, тросики очень комфортно их сажают на ногу, но при этом бывают рвутся. И некоторые даже говорят, что в итоге покупали хорошую плотную леску для рыбалки в рыболовных магазинах, и меняли ее. Еще я слышал, что бывали такие ситуации, когда вот этот механизм зацеплялся за штаны, и получается, когда райдер сгибал ногу, у него здесь образовывалась некая пустота, и при падении на колено он мог ушибить ногу о вот эти грани. Но это случается достаточно редко. Что касается обхвата ноги, здесь все достаточно хорошо. По жесткости механизм жесткий, нога практически не скручивается. Есть определенная эластичность, но я думаю, это даже хорошо. Стоят они в районе 42 тысяч. Следующая модель это EVS-ы Axis Pro. Стоят они чуть дороже, чем Mobius-ы, в районе 44 тысяч рублей, но при этом они сделаны из карбона и имеют алюминиевую раму. В целом, что касается плюсов, мне реально нравится, как он выглядит. И вся эта конструкция сделана из крепких материалов, карбон, алюминиевая рама. Выглядит очень жестко. Верхний крепеж и нижний достаточно широкий, но в то же время есть ряд минусов. Эти крепления слабо закруглены, и за счет этого слабо охватывают вашу ногу. А притягивая их ремешками, как мы видим, здесь у вас никак они подгибаться не будут. Также есть жалобы на крепежи ремешков. Они выполнены из тонкого пластика и достаточно легко ломаются. И то же самое происходит с нижним креплением защиты коленной чашечки. В особенности, когда мы ездим зимой, когда холодно, этот пластик очень легко у нас отлетает. Но, что касается самой прочности конструкции, я пытаюсь его как-то изогнуть. Еле-еле он поддается. Ну и, соответственно, здесь он тоже очень прочный. Крепится он так же, как и обычный стул, стандартно на 4 ремешка. Ну и в подтверждение моих слов, у нас не новые наколенники. Мы уже видим, что здесь человек приколхозил от себя элемент, потому что у него сломалась застежка. Теперь рассмотрим Asterisk модель Carbon Cell. Эти уже подороже, стоят в районе 60 тысяч. Они сделаны из карбона. И, если честно, они мне очень понравились. Просто потому что, взяв их в руку, я сразу почувствовал, что они очень легкие. Все материалы приятные. Хорошо сидят на своих местах. И мы видим очень хорошую широкую вставку с обхватом в верхней части ноги. Ну и так же в нижней части. При этом эти вставки не гнутся, но они закруглены, как будто бы, немножко лучше, чем EWS-овские. Поэтому подходят гораздо большему количеству людей. И если они сели вам на ногу, то в них будет максимально комфортно. Что касается общей конструкции, немножко совсем они играют вот на такое сжатие. Что, опять же, хорошо, потому что чуть-чуть будет амортизировать удар, но при этом сдерживать от получения травмы. Ну и вообще никак не поддаются на скручивание. Крепятся на ногу стандартно при помощи четырех ремешков. Также из плюсов, на них легко снимается коленная чарочка. Их можно использовать для каких-то других видов спорта, где именно нужна защита сустава. Но нет необходимости в защите от прямого удара. И, если честно, никаких минусов я в них не вижу. Мне они реально понравились. Теперь модель под К8. Они подороже, чем Астерийские в районе 70-3000. Сделаны также из карбона. Гарантия на раму 5 лет. И они очень легкие на втором месте по легкости после Астерийсков. В принципе, они мне понравились. Единственное, что вызывает вопрос, вот эти сужения карбонового каркаса внизу и сверху защиты. Потому что у меня создается ощущение, что при ударе может концентрироваться энергия вот в этих узких местах. И нога будет получать какую-то травму. Не внутри самого коленного сустава, а где-то ниже или выше. Потому что сам по себе обхват ноги, он пластиковый и очень мягкий. Теперь посмотрим на Артему. Модель Эксперт. Вообще Артем специализируется на наколенниках, которые делаются именно по меркам вашей ноги. Но не так давно они выпустили размерные наколенники. Это, соответственно, то же самое немецкое производство, что уже вызывает доверие. Что касается плюсов, мне нравятся вот эти вот широкие ремешки. Они реально очень плотно фиксируют наколенник на вашей ноге. Плюс практически все, кто в них ездит или мерили, говорят, что они очень компактные. То есть, опять же, на ноге практически не ощущаются и комфортно сидят. Еще Артем молодцы, что подумали за наши кроссовые штаны и защитили шарнир вот такими вот чехлами. Сразу скажу то, что многим райдерам приходится делать самодельно такие чехлы из, например, того же самого Неопрена. Иначе жесткие вставки в шарнире начинают очень быстро протирать ваши штаны с внутренней части, которая прилегает к мотоциклу. Здесь это уже все продумано. В то же время, как мне показалось, они достаточно мягкие. То есть, это не карбон, это какой-то специальный пластик, который эластичный, гнется. И, как мы видим, даже на скручивании ноги я довольно легко его проворачиваю. Стоят они 90 тысяч, но, опять же, это просто специализированная клиника в Германии. Делают они это все в Германии, поэтому отсюда такая цена. Теперь давайте посмотрим на CTI. Эта фирма тоже в основном специализировалась на создании наколенников по размерам вашей ноги. Но теперь у них есть размерные наколенники. Также там SM, LXL. Что мне в них нравится, это то, что брейс выполнен из карбона и он очень крепкий. Я вообще не могу его никак сжать. Ну, чуть-чуть он играет, но совсем немножко. И вообще не поддается скручиванию. Здесь тоже снимается чашечка и можно использовать для других видов спорта. И на самом деле про CTI многие говорят, что они лучше всего садятся на ногу и сидят в ней очень комфортно. Это может быть связано с тем, что в верхней и нижней части мы имеем вот такие мягкие ремешки, крепкие, плотные, но мягкие, которыми обхватывается ваша нога. Но здесь я, если честно, не уверен. Мне кажется, что опять же за счет этой конструкции есть вероятность, что большая энергия от удара, от сгиба вашей ноги может сконцентрироваться вот в этом или вот в этом месте и нанести какую-то другую травму. Стоят при этом они в районе 120 тысяч. Ну что, переходим к нашей последней модели на сегодня. Это Yami Customs. Они сильно отличаются от других наколенников, потому что это единственные колени, которые сегодня у нас представлены и делаются по размерам ноги. Почему мы их сюда включили? Потому что при этом они стоят в районе 70-80 тысяч рублей. Ну и что очень приятно, то что это наше российское производство. То есть вы едете к ребятам с Yami Customs, они снимают размеры вашей ноги. И в районе 3-5 недель занимает их изготовление. И вы получаете шарнир, сделанный специально под вашу ногу. За счет этого мы получаем максимально широкий обхват ноги. За счет чего они будут очень плотно сеять на вашей ноге, держать ее. И вероятность травм очень низкая. Но также важно, чтобы вы сильно не гоняли в своем весе. Прибавка в плюс-минус 10 килограмм может сказаться на том, что вы будете либо плохо влезать в свой наколенник, либо он будет у вас болтаться на ноге. Ну и если что, вы не сможете продать их на вторичном рынке, потому что они делаются под вашу ногу. Если все остальные в нормальном состоянии вы сможете разместить где-нибудь там на Авито или еще, то с этими наколенниками уже придется остаться до конца жизни. Еще мне нравится то, что у них есть гарантия. И если в случае с Артемой получается, что они находятся в Германии, чтобы получить какое-то гарантийное обслуживание, вам нужно будет отправить ваш наколенник в Германию. Там его будут делать и потом присылать его обратно. Скорее всего, пересылка за ваш счет. То здесь ребята в России и будет гораздо проще как-то отремонтировать свой наколенник с двухгодичной гарантией. Это еще вам сделают бесплатно. Из минусов, ями очень громоздкие. Многие жалуются, что они сильно чувствуются на ноге. Также были жалобы на то, что клинил механизм шарнира сгиба и разгиба ноги. И когда человек пытался разогнуть ногу, у него не получалось это сделать. Я надеюсь, ребята с Ямикасом с это уже поправили. Просто на момент снятия видео мы пообщались и говорили, что такая проблема была. И многие жалуются, что вот эта часть выпирает и быстро стирает ваши штаны. Но точно так же, потратите немножко времени, сделайте небольшой неопреновый чехольчик и такой проблем у вас не будет. В общем, можно сказать то, что все шарнирные наколенники очень похожи. Садятся на ногу они индивидуально. Поэтому их нужно мерить. Вы можете на меня немножко обидеть, что я не сказал, какие лучше, какие хуже. Вот мое мнение, мне больше всего нравятся астериски. Но опять же, если вы их приобретете, они могут не сесть вам на ногу и вам будет в них некомфортно. Поэтому меряйте их. Если вы не знаете, какой вам нужен размер, открывайте сайты производителей. Смотрите, там есть таблицы, по которым вы можете померить ногу либо в самом колене, либо чуть выше, чуть ниже. И примерно понять, какой у вас размер. Ну и выбирайте магазины, где вы их сможете вернуть обратно, потому что, опять же, они могут вам просто не подойти. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем ролике. Пока.